Вы даже слышали, я беседовал с Олей? Нет. Я объяснял, что я делал занятия, когда в университетах, а у меня уже клинии начали выходить. А как люди обратились? Меня спрашивают, как-то сохранить бы это надо. Я задал вопрос, кто желает из посетителей рассказать, как он жил, когда задумался, что есть Бог, Вечность, как узнали про наши занятия, тогда у нас интернета не было, а теперь как вы узнали про интернет, наши ресурсы, видеоканал. Мы вот сюда приезжали, тем более у вас такое знаменательное событие было, крещение приняли с дочерью Аполлинарией Полиной. Вот, расскажите, назовите себя, возраст свой и все остальное, что можете сказать? Потому что вы езжаете уже через 12 часов буквально. Зовут меня Марина Христенко. Погромче. Зовут меня Марина Христенко. На данный момент 33 года. О Боге я знала всегда, еще с самого детства, я знала, что Он есть. Но я не знала, как нужно вести себя в христианке, настоящему состоянию человеку. И вела жизнь, как мне казалось, нормальную. Ну, потому что она была похожа на ту жизнь, которая у окружающих. То есть вот так все живут, так и я должна жить. И все устраивало всех. Но в душе мне все равно как-то было неспокойно. Мне казалось, неужели я вот для этого создана? Вот я вот родилась, проживу, умру. А смысл какой? Зачем? Зачем я здесь, в этом мире? Для чего? Неужели какое-то бесцельное существование? Ну, вот эти мысли часто меня трогали. Я задумывалась, потом как-то обратно в мир уходила и жила нормальной жизнью. Ну, все равно. А в один, наверное, прекрас, когда вот у меня уже, казалось, все есть. У меня была достаточно небедная жизнь. У меня уже ребенок был. Мужа как неподходящего, как мне казалось, я оставила, когда Галине еще три месяца было. Ну, все, я жила сама с ней. У меня уже появился другой мужчина. Ну, можно сказать, в блуде я жила. И все равно опять начали приходить эти мысли. Зачем я? Для чего я? Как воспитывать ребенка? Какой она вырастет? Я начала понимать, что у меня ничего не зависит. Какие бы я старания не прилагала, ну, не я могу повлиять на свою судьбу и на судьбу своего ребенка. Вспоминала часто о Боге. Ну, своими словами, как могла, молилась. Больше всего я у Бога просила защиты. То есть я чувствовала, что я вот, как нападки на меня какие-то. Вот я, если где-то нахожусь в каком-то коллективе или в обществе, я всегда любила правду и справедливость. Мне кажется, что у меня обостренное чувство справедливости. А такое ощущение, как будто мне люди попадались все, которые наоборот, которые в этом мире привыкли выживать. И все равно по головам идти, врать. И каждый раз, когда я это вранье видела, мне кажется, что какая-то не такая, какая-то неправильная. То есть все люди, как люди живут, могут, а мне так не получается. Ведь эти мысли привели к тому, что я начала выбивать. Ну, курить я, как и все, нормально, как жить. Я с 15 лет уже курила. Выпивала. Так я, что это же не водка, это пиво всего лишь. Ну, я понимала, что все равно это оправдание. В конце концов, вот бывает, выпью. И опять же, мысли у меня идут о Боге. Господи, ну зачем я это сделала? Ну помоги мне, ну направь мне. Я хочу всех людей любить. Я хочу другой жизнью жить. Я хочу стремиться к Тебе. Я хочу понять, зачем я существую. Что мне делать, Господи? Помоги. Может мне в церковь пойти, а что мне там делать? Какие-то вот такие мысли были. Ну и в один определенный момент, ну тоже в таком состоянии, выпившем, я попала к женщине, которая занималась там или, не знаю, что там, или колдовством, или что-то. Ну, мне казалось, что, может быть, она мне подскажет, поможет, как мне, вот, куда умеете, какой дорогой, как, как, если я хочу. Ну вот, не понимала. Я не знаю, как, как была на распуте. И я там ночью не пробыла. В голове у меня там каша родилась. Я даже не помню, что там было. И она мне сказала пойти в храм. Ну, в церковь сходи, подойди к батюшке. У него спроси, задай ему все свои вопросы, пойди вот в храм. Я на следующий день пошла в храм. А, сказала выстоять, ну надо службу постоять. Я постояла, она в службе побыла. И мне было очень тяжело. У меня колени подкашивались, мне хотелось выйти. У меня в сон клонило, я ничего не слышала ни молитв, ничего. Вот просто, я понимаю, что у меня все равно она тут стоять. Я через силу выстояла там. Вот прям через силу. Потом подошла к батюшке. Говорю, вот я пришла, я хочу прийти к Богу. Что мне для этого надо сделать? Что? Ну, я тут. Что дальше? Ну, молись. И все, и убежала. В таком состоянии опять пошла к той женщине. Я говорю, ну вот так и так. А я говорю, ты что целую службу выстояла? Я говорю, ну да. Ну, как-то я потом поняла, что на картах гадала. Как-то что-то происходило, но мне казалось, что что-то неправильное тут. Вот. Я пошла в другой храм, подошла к другому батюшке тоже. Ну, вот. Я пришла. Что мне делать? Ну, тебе надо причаститься. А как это сделать? Ну, там у нас продаются книжечки, вон там, купи, почитай. Я купила книжечку, почитала. Ага, исповедь, причастие. Примерно поняла, как там подготовиться. Пришла исповедоваться. А, готовилась я долго. Потому что по книжечке там много-много грехов. Я понимала, что я везде. Там можно просто книжечку отдать батюшке. Сказать, вот это все я. Все эти грехи это у меня. И тоже я поняла, что надо как-то короче. Потому что люди короче молят. Ну, на исповеди стоят. Я, Господи, присылаю, Господи, помоги мне. Я вот хочу вот прийти на исповедь и искренне, честно перед тобой вот исповедаться. Вот. С такими мыслями и бумажек, и списком стояла. Я пошла, опять же, на исповедь. Постояла, проплакала. Ни слова не сказала батюшке. То есть в слезах там все. Говорит, ну, прощаю тебя. Вот. И причастие. Следующий шаг – это причастие. Где-то я прочитала, что нельзя курить. Нельзя курить, нельзя выпивать. И я уже, по-моему, к следующему причастию, я уже пошла без сигарет. С тех пор вообще в рот не беру и боюсь даже, что со мной раньше такое было. Причем я курила 15 лет, и я всячески все это время пыталась бросить курить. Я перепробовала все. Таблетки, какие-то книжки, какие-то 24-е кадры, какие-то… Чего я только… Длигопластырь. Все перепробовала. Я все время хотела бросить курить. И не могла. А тут, понимая, тут причастие – курить нельзя. Все. Раз – и отрезала и на всю жизнь. Я только… Ты только Господь. Это… Не я – это точно. Я благодарна Господу за это. Точно так же и с выпивкой получилась. Раз – и на всю жизнь. Отрезала. Хотя мне казалось, это так сложно. Всего лишь вера, всего лишь просьба к Господу. Ну, это укрепило мою веру. И я начала дальше искать знания. Мне надо было понимать, что тоже вот в храм будихой там какие-то свечки, какие-то иконы. Что это значит? Что происходит на службе? Что я должна делать? Когда… Крестное знание. Когда крестится. Когда кланяется. Какие-то вопросы элементарные. И я к кому не подходила, ну, как-то так… Ну, непонятно. Отвечали. Книжки. Вроде бы читала книжки. Ну, не знаю. Мне хотелось больше информации. И так я вот залезла, конечно же, в интернет. В интернете сразу мне попался Дмитрий Смирнов. Андрей Соколов. Ой. Андрей Ткачев. 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 И вот какую-то элементарную вот эту вот, элементарную информацию я узнала от них. Ну, потому что они отвечают, там звонят в студию зрителей, и они на какие-то такие простые вопросы отвечают, элементарные. Ну, мне это очень помогло. Я и на ваш канал выходила, но для меня это тогда было вообще ничего не понятно, о чем вы говорите. Мой мозг тогда этого не понимал. Вот. И постепенно смотрела, продолжала слушать Дмитрия Смирнова. там кое-что. И потом уже пришел период, когда я понимала, что мне мало. То есть это уже все, я уже это все, как-то эту информацию я уже освоила. И что дальше? И как? И чего? А, еще такой этап, я не могла, не могла нормально, как сказать, подойти к причастию, потому что я один раз пришла в храм, то есть я стою уже, на исповеди побыла, стою перед чашей, вроде бы, очередь там такая большая, я стою в этой очереди, как-то все так все пролетело, пролетело, и сказали, и все, и чаши уже нету. Ну, а куда делать чаши? Оказывается, я стояла не в той очереди, ну, не туда, там другая такая, ну, короче, глупости какие-то. Потом второй раз тоже у меня такая-то была ситуация, что ну, не получилось причаститься, хотя я готовилась там, постилась, ну, исповедалась, и тоже не получилось. Думаю, да что такое? И я побыла на Акафисе у Лаврентия Черниевского, как раз батюшка там в домике, где он жил, прочитали Акафисе во время Чарниевского. И я уже с этого домика шла вся в слезах, в холодном поту, я не знала, куда я иду, чего я иду, я понимала, что все, надо жизнь менять, и что со мной происходит. Вот у меня дрожь, ну, какая-то паника, истерика, вот такое вот. Я вот даже вот, когда говорится о рождении свыше, я не пойму, если оно у меня было, то в какой момент, потому что у меня вот эти вот, вот такое ощущение вроде как, я заново начинаю жить. У меня было, когда я у этой женщины была. Потом у меня такое ощущение было, когда я была после Акафиста, выходила от Лаврентия Черниговского. Я тогда шла по улице и ревела. Единственное молитва, которое я знала, это «Отче наш». Я читала «Отче наш» и говорила, «Господи, помоги мне, направь, куда мне пойти? Вот сейчас, вот куда мне? Я стою на этом месте, куда мне пойти? Вот в какую сторону? Туда, туда, туда. И Господь направил. Я пошла, тоже шла по улице, смотрю, передо мной монастырь женский. Я зашла туда. Думаю, может мне тут кто-то подскажет. Мне встретилась монахиня, как мне потом сказали, инакиня Платамида. Я у меня тоже эти вопросы задаю. Куда мне идти? Что мне делать? Он говорит, у нас там в храме есть дядюшка, есть батюшка. Иди к нему быстрее. Сейчас как раз, говорит, служба идет. Подойди к нему, вот все, что ты мне рассказала, расскажи ему. Он тебе поможет. И я не знаю, как я прошла это расстояние, и какой дорогой шла, тут такое все в тумане. Я очнулась, когда я уже была у него перед носом. Стояла, я ему все рассказала. Я даже домой боюсь идти. Я говорю, мне страшно дома находиться. Я, ну, такое какое-то паническое состояние. Он говорит, так, а ну-ка успокойся. Дитя мало или что? Как тебя зовут? Так-то, так-то. Значит так, завтра в такое-то, такое-то время придешь. Это она. А, я ему рассказала, что я никак не могу попасть на причастие. Сколько готовлю, сколько стараюсь, мне не получается. Он говорит, все. А это как раз после Лорентиш. И на следующий день я прихожу точно в то время, которое он сказал, у меня нет никаких препятствий, ничего. В тот день я исповедуюсь, причащаюсь у него же. И он начал за меня молиться. За меня, за Полину. Я ему всю свою историю рассказала, все, что со мной происходит. С того момента мне стало легче все дальше. Ну, как шагать дальше легче стало. Мне, вот так потом только я вышла, уже когда с ним познакомилась, я уже вышла в интернет. Ушла, я нашла вас, и уже начала вас слушать. Я уже начала получать какую-то информацию. У меня уже начали открываться какие-то двери, какие-то правильные книжки в руки попадаться. Общение у меня тоже вот с батюшкой, с этим. Он тоже, он ничего не говорил. Если вопрос какой-то задаю, мне никогда не дают никакого конкретного ответа. Он как-то мне направляет молиться. Вот чувствуется, как вроде, молительная помощь такая. Вот, и когда, когда с вами я первый раз вышла, когда мы с вами уже поговорили, у меня в тот же день сразу произошло тоже какое-то, я вот не знаю, как даже назвать. Опять вот это вот состояние, как будто вот ты не находишься тут, вот, комната или еще что-то. Ты полностью где-то или внутри себя, или ты где-то вверху, непонятно где. Вот ощущение, как будто, не знаю, я даже не могу это объяснить. Это какое-то состояние безграничной радости, в то же время печали. Вот какой-то, я понимаю, у меня, вот если визуально, ну да, может быть это как-то банально звучит, но так оно и было. Это все в белом свете, белый-белый-белый-белый свет, ярко-белый, все вокруг белое. И я точно знала, что мне нужно сделать вот в это белое шаг свой ступить. И я побоялась, потому что я уже услышала, там какие-то видения могут быть, не дай Бог, ну, что это может быть и лукавый так соблазнять какими-то видениями. И я этих видений очень сильно боялась, там, иконы шевелятся, и еще что-то. И я просила, Господи, не надо мне никаких невидений, ни снов, прошу тебя. Я это очень боюсь, я этого остерегаюсь. И когда передо мной этот был белый свет, я точно знала, что мне нужно туда ступить, но опять же я побоялась. Я говорю, Господи, Игнатий Тихонович, пускай, ну вот как праведник мой будет, он мне подскажет, как идти и куда. И поэтому я не ступнула, а как бы подождала еще туда не идти. Не знаю, что это было и как, и после я с вами начала общаться, и только смотрю, наблюдаю за всем. Наблюдаю каждый день, вижу, как Господь мне помогает во все, наблюдаю за собой. Понимаю, что я слабая. Каждый день я, когда прочитаю Евангелие, мне в этот день обязательно будут какие-то события, которые на основе этих стихов, которые я только прочитала. И я вижу, как Господь меня ведет. Но очень часто бывает так, что это какая-то власть, какая-то гадость, и она мне мешает. И я прошу, Господи, избавь меня от этого. И чем больше я прошу, тем больше меня как искушение. То есть я понимаю, что это мои уроки, которые я должна пройти. И я прошу, Господи, не дай мне отступить от Тебя ни на шаг, ни тогда, чтобы я всегда выбирала Твою сторону. И сейчас здесь потеряюсь, я тоже уезжаю. У меня смешанные чувства. Я понимаю, мне и тут невозможно остаться. Тяжело тут. И туда я приеду в мир, у меня только надежда на Бога. Я знаю, что Он подскажет, как мне идти. А на себя надеется, это неправильно. И мне, с одной стороны, страшно, а с другой стороны, интересно. Можно так сказать. Потому что я вижу, каждый день у меня все новое и новое открывается. И ты идешь по жизни, как будто теперь каждый раз открываешь дверь новую. Ты вот в этом кусочке побыл, пожил, немножечко освоился в этой комнате. Немножечко понял это, понял это, понял то. Потом открывается новая дверь, а там опять сложности, испытания. И ты в этом мире живешь, немножечко осваиваешься, осваиваешься. Потом следующая дверь. И я понимаю, что если я буду так, это без остановок. То есть это значит, я как развиваю, что ли. И вас прошу, чтобы вы помолились обо мне, о Полине. Прошу прощения у вас за все. Я никому никогда не желаю зла. Это, ну вот, если даже с меня что-то вылазит, это не то, что у меня в сердце. Но у меня в сердце только доброе отношение к вам, благодарность ко всем жителям, которые в Потерявке. Меня все очень хорошо приняли. Я прощалась тоже мне, вроде бы, как и грустно. И с другой стороны, я понимаю, что мне это дальше надо двигаться. Тоже буду молиться за вас и за всех людей, которые мне помогли. Я помню всех, кто мне помог. И я у Бога прошу, чтобы у меня была возможность отблагодарить этих людей. Я всех, все записаны, буду за всех молиться. И чтобы у меня была возможность кому-то также помочь, как мне люди помогли. И доброту эту оказать кому-то, кто будет там же нуждаться, как я нуждалась. По поводу ожидаемого и реально, и действительно, ну, мне так интересно получилось. Я ожидала, как я вам писала тоже, что вы хоть и далеко, но так близко, когда я там в Украине была. А когда я сюда приехала, у меня навыкнулась, вы так близко, а вы так далеко. Далеко. Ну, во-первых, по поводу, я-то привыкла в скайпе общаться, что вы меня хорошо слышите. То есть я говорю, и все. А сюда приехала, я понимаю, я не могу найти тембр голоса, в котором вы меня будете слышать. Я смотрю, одни люди с вами общаются вроде бы не громко, но вы их слышите. А я вроде бы громко страдаю, но вы меня не слышите. Я поняла, что дело в тембре голоса, в том, как ты слова ставишь, скорость, которую ты говоришь, как-то вот в этом дело. Ну, пока я это поняла, уже уезжайте. Ну, все равно, я за все благодарна. Я на мелочи обращаю внимание, а это человека концентрирует на главном. В жизни человека нет мелочи, как и в Священном Писании. И Анна Тауст говорит, обращаем внимание на каждую Буку. А это на каждый час нашей жизни. И за все придется давать отчет. А с чего начать? Первое – это широко определить врагов. Как бороться с ними. Те, которые мешают. Самый главный враг – это я. В себе. Об этом надо просить Бога. Тебе все равно, ты умерла. Хорошо или плохо сказали. Замещание сделали там или неправильно обвинили. Благодари Бога за все. Вот если этого нет, тогда у человека и гнев подходит, и по его, и по шерстке он согласен. Замещание, значит, тогда получает меня и все по полной программе выдают. Никак, мое я, во мне все. Отвергись себя. Теперь возьми крест свой. Не Христов крест. Колдуны говорят, возьми крест Христов. Его Христов никто не возьмет. Его нельзя понести. На нем грехи всего мира. Приглазил ко Христу. Рукописание. Образно, конечно, все надо понимать. Отвергни себя, возьми крест, и тогда следуй за Мною. А надо узнать путь Христа, и по Нему идти, и чтобы в тебе отобразился образ Христа. Рожден или не рожден человек свыше, по многим признакам. Я об этом говорю, как ребенок кричит, он родился, он возрастает, растут его все члены. Так и в духовном плане. Он начинает ходить сам, свидетельствует другим. Он радуется в Боге, он за все благодарит Бога. Другой враг – это сатана. Он всюду присутствует. Не одновременно он, если здесь, значит, в другом месте его нет. И мир, вот этот мир, мир со всей этой системой, со всеми его привесками, как говорится, прибамбасами, чем-то прещает. Ты что любишь, таким он тебе и покажется. Любит человек богатся, значит, богатый будет, кучерявый подойдет. Если человек любит властвовать, он подойдет. Весь мир дам тебе, поклонись ты ко мне. Ну, это Писание об этом говорит. Над этим надо трудиться, шлифовать, следить за собой. Где, когда обвиняет, никогда ни одного слова не говорит против. Вот здесь часто бывает так, женщина особенно. Она чувствует, что ее не хвалят или не так, как она ожидала. Она у нее как лента пулеметная, пока не отсрочится. Уже не надо, понятно, говорить не надо. И все равно она скажет, вот этого никак нельзя делать. Промолчала, пошла, мысли дать созреть. А если ты ошибла, она еще в пустом ведре три горошина поколотились и вываливались. Господь знает, кому что дать. Что ты была и видела все это, это работа ежедневная. Я с полей отдельно занимался. Смотрел, где ей что-то дать, а где прижать ее надо. В детях, как правило, характер родителей отложился. Лично ничего она не сделала. Сегодня малину брали, она так взяла. Лежу там, присела и как будто ее нет. А ребятишки просто сели друг с другом там уже в малине. Я же рядом стою, им даже нужды никакой нет. Я должен его было притянуть и начинать его брать. Это вам. Все, что наберете, берите себе. Варите, сварите и заберете. Не смотреть за этим, это мелочь. Мелочь, это полдня. Дом пришли. Теперь они бегают где-то, там залезли, разворачивают сено на пророке. Это тоже мелочь, но это тоже вредительство. Я их предупредил, чтобы они не лезли. И так во всем. Где бы ни было, обязательно помолиться Богу. Господи, как тебе угодно. Родственники твои, такая же ты, тоже куря ты. Можешь, скажи. Курящий самоубийца. Он рано стареет. Стареет. Потому что ничего не сделаешь. Органы-то отравлены. Дьявол требует дай дыма, размножения вещества. Он любит это. Главное, если ты верь во Христа, считай священное писание и приноси покаяние. Мы не раз писали, что со священником его сбросили где. И сейчас он будет где-то против говорить. Никогда нигде ни одного слова не возражай, а только благодари. И все. Если будешь работать, хорошую работу найди. В хорошем смысле, чтобы у тебя деньги были. Прежняя твоя работа, с чем была связана? С танцами. А? С танцами. Танцами. Учила танцевать. Грешница ты. Тебя, даже не знаю, что сказать. Учила танцевать. А что такое танцевать? У нас есть такая статья из старообрядческой мысли из журнала. Утонченный разврат называется. Спрашивает, мужчина с мужчиной танцевать? Нет, говорит, когда мужчина и женщина. Выходит, не в движениях дело-то, а кого прижимать? Полураздетая, он держит ее за голое тело. Так, подойди, а что ты за меня лапаешься-то? А тут ничего, он ее прижимает и трется грудью об него. И дальше уже иногда грех тут же исключается там, где танцует. А с этим покончить, привести покаяние никогда, нигде, никак забудь. А ты иногда у тебя найдет, у тебя дорога идешь, ты начинаешь, даже вот шисть сена косы, а тебя в танцы впустило все. А я понимаю, весело и ничего такого нету. У тебя чувства другие, но выносят на это, на старое. Ты скажи, отодет меня сатана, а ты мне соблазн. Видишь, девчонка у тебя растет, и уже она многое получила. Хорошо, что ты взяла ее. Это положительно. А то она куда-то была бы. Где она сейчас? Она тебя вообще бы не поняла. А теперь вы можете разговаривать, смотреть фотографии, смотреть ролики, где она была, что видела. Поддержи ее в этом. Доченька, меняйся. Измените состав пищи. Соблюдайте срога среды, пятницы, посты, которые установила Святая Православная Церковь. Без этого нельзя. Но помните, нас спасает не дела, а вера во Христа. Он наш Искупитель. Из-за этого наполните благоуханием свою жизнь и уста. Говорите о Боге. Мы будем молиться о всех, даже не поминая по именам. Но в разуме Бог фиксирует, что мы помним. Кто тебе там помогал? Родственники. Отпустили они или как всех поблагодарили? И расскажи, если пожелают. А нет, даже зайти. Приезжали с Ульянов, скажешь, какая Екатерина. Женщина. Целая книжка стихов написана. Такая умница. Видела, какая она? Как Серафима. Две лучинки, тряпками прикрытые. Услышала? Пусть умрет. Не пересказывай нигде. Ну вот так. В полигарии уже все сказано. Вы утром-то еще завтракать уже не будете? Нет уже. Вот как. Я думал, на следующий день. Но на следующий так, по часам. Набирайте хлеба, а этим наложите. Они поедут. Леша-то заходила, что он повезет или что? Сережа? Он там кое-что принес. Он принес или? Нет, он принес кое-что там. А что принес? Не знаю. Что-то в дорогу им. А, вон как. Сергей везет? Да. Он как везет? Одновременно всех? Нет. Да. Да. Эти в десять часов вечера Марина в пятом часу утра должна отъехать? Через пять часов? Да. Ну да. Пять часов на улице будет долго. Долго. Мир это у вас отсюда взят из постепного? Да. Ну, чтоб посадил. Он все как положено было. Доедешь, подробный отчет как доехали. Чтоб мы были в пусть и дело. Я благодарю Бога, что Ирма из Испании опять помогла, опередила всех. Астахову поблагодарили не раз. Вот. Не думай. Он просто сказал, отдавать не надо. Не забудь, вот он лежит аппарат Сережа, сейчас же положи его. И там к отцу Сахарова, храму Христа Спасителя, записку передать, поклон передать, скажи близко ему поклон. И чтобы нашли мастера, который пойдет и все это сделает. Но сначала нам сказать сыну, что не дороже самой аппаратуры. Вот тогда будет видно. Все остальное ты слышал многократно. Я тебе не спускал, нигде спуску не давал, что спустя делать там или как-то. Я все брал тебе на учет. Надувалась, недовольна была. Молчать начинаешь, удаляешься. Этого не надо делать никак. Ты будь мягче сердца. Сказали, ты же за этим и ехала, чтобы быть другой. А я бы молчал. Ну просто была хорошая, хорошая на этом и ехала. Ты на этом и засохла. А так тебя все-таки толкал где-то, подталкивал. И ты услышала. Видишь как. Теперь смотри, как вы лежали, как пошла и как сказала. Оля говорит, мне даже стыдно сегодня. Стыдно. Это самый правильный выход. Я же от вас корысти никакой не ищу. Какая. Что Господь позволил, сделал, подарил. Это от Бога, не мое. Своим я ничего не считаю. Я гляжу даже в книге Новый Завет. Мне бы никогда не издать. Никогда. Это даже думать не надо. Бог. Все на этом. Благодарю за рассказ. А там как будет видно. Во славу Божию. Всех праздник. Поезжайся с Богом. Мы уходим. Мы уходим.